Благовещенские чиновники заговорили о восстановлении парка Дружбы. Раньше здесь была беседка для влюбленных. Сейчас в ней встречаются люди по другим интересам. По распитию алкогольных напитков. Еще несколько лет назад работали шахматный клуб, зал аттракционов. Нечто подобное теперь только в планах. Первым шагом к оживлению стало назначение ответственного за чистоту в парке. Татьяна Тоскаева продолжит тему. Когда каравелла стояла, два катамарана чьи-то были. Было, чтобы выпить и закусить. И музыка постоянно играла. Когда-то здесь было единственное кафе-парусник с трюмом, палубой и иллюминатором. Известное не только у мурчан, но и у китайцев, вспоминает Иван Гранченко. Пенсионер уверен, черная полоса у парка началась после пожара на каравелле. Один раз сожгли его, потом восстановило судоверство. А потом все, не нужно стало. Конечно, нужно было. Даже ребятишки, я помню, в те годы, в начале того озера, вечером было, едешь, смотришь, люди с ребятишками, вода чистая была, фонтан, два фонтана стояла там. Раньше этот пруд не пустовал, вспоминают старожилы. Там, где сейчас горы бутылок, еще несколько лет назад соревновались рыбаки. В заброшенных домиках когда-то были шахматный клуб, зал аттракционов и беседки для свиданий. Теперь из всех павильонов живы только три. Спортивный зал, кафе, китайская кухня и баня. В остальных жизнь начинается только после заката. Ну, наверное, мы такие. А кто виноват? Потому что у нас очень много таких людей, которые не работают, а пьют. Вечером пьют мужчины, конечно, пьяницы эти. А утром молодежь, все там бутылки переломывают, ломают. От того, чтобы парк не утонул в мусоре, спасают волонтеры, делятся жители ближайших домов. Сейчас в Благовещенский Чайна Таун убирают дворники. Неизвестные даже сделали надпись. Не сорить. Вода – это жизнь. Но, судя по этой картине, на нее здесь редко обращают внимание. Скоро все изменится. В один голос говорят пенсионеры. Уже несколько раз предприниматели и активисты проводили здесь собрания. Некоторые даже показывали планы, на которых новый парк «Дружба» – это зона аттракционов, спортивных площадок и различных секций. Одному не хотели, чтобы не было здесь пивных заведений. А если, например, настроить качели, дети, чтобы здесь нам да вот и доходить. Вот у меня тоже маленькая сейчас внучка растет, два годика будет. Ну, подальше. А здесь, пожалуйста, качели там. Ну, все вот такое для детей. Понимаете? Поэтому мы будем рады. О том, что парк «Дружба» снова оживет, говорить рано. Администрация назначила ответственных за чистоту. Это ГСТК. Депутаты Гордумы говорят, что это первый шаг. Но пока и последний. На повестке дня вопрос о будущем домиков. В перспективе, если найдутся желающие арендовать землю и занять помещение, их восстановят. Но не исключено, что часть зданий могут вообще снести. Татьяна Тоскаева, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова